Жители домов по нечетной стороне улицы Володарского ежедневно рискуют собственной жизнью. Тротуара здесь нет. Идти приходится по кромке дороги, либо по грязи. То и дело, уворачиваясь от пролетающих мимо машин. Дом Олеси Куласовой стоит как раз на этой улице. Каждый день молодая мама отправляется в опасное путешествие с коляской. Ближайший пешеходный переход только на Октябрьское. Это не меньше 300 метров. Весной к нему приходится идти по лужам, утираясь от брызг проезжающих машин. Зимой по высоким сугробам, которые оставляет после себя снегоуборочная техника. Десятилетняя дочка Куласовых по пути в школу однажды чуть не попала под лесовоз в попытке увернуться. Было такое, что ребенок идет, смотрит, лесовоз кидывает, она, естественно, залезает на сугроб. Много раз была такая ситуация, что вынуждена была мера ей перебежать дорогу. Вот в этот момент у нас же еще здесь машина летает на красный. Пролетала на огромной скорости машина. И чуть ребенка, естественно, не сбила. Казалось бы, решение проблемы на виду. На противоположной четной стороне улицы Володарского тротуар есть. Но добраться до него, не нарушив правила, проблематично. Копасть под колеса машины можно как по пути к пешеходному переходу, так и перебегая проезжую часть. Вот и приходится людям выискивать просветы в плотном потоке машин. Мы никак не можем, потому что по нашей стороне тротуаров нет. Нам все равно по светофору не перейти, приходится нарушать. Тем более зимой. Пройти вдоль обочины невозможно. Ходили в администрацию, в администрации сказали, идите в ГАИ, сделают что-нибудь. Приходим в ГАИ, говорят, это проблема администрации, или вообще что-то вам не нравится, ходите по той стороне. У нас по той стороне находится тротуар. То есть, естественно, приходится иногда нам перебегать дорогу, проходить там. На руках жителей есть официальный ответ Управления городского хозяйства, датированный декабрем 2014 года. По результатам комплексного обследования в осенний период 2015 года будет рассмотрен вопрос о включении данного тротуара в план на 2016-2018 год с учетом бюджетного финансирования. Как скоро и возьмется ли вообще город за работы по обустройству тротуара на Володарского, неизвестно. В первую очередь муниципалитет приводит в порядок те дороги, в отношении которых есть судебное решение, или где проходит общественный транспорт.